Это перед вами представитель терской породы лошадей. Серый жеребец по кличке Соболь. 2009 года рождения, рожден у частного владельца Казакова. Принадлежит к селекционному центру в дни коневодства. Второй жеребец тоже терской породы, серой масти. 1998 года рождения, рожден в Ставропольском полном заводе. Первый Соболь, чем интересна его история, он получен методом искусственного осеменения, глубоко замороженной спермы. Семенной материал его отца Самоцвета, который в свое время был чемпионом породы по красоте, хранился в спермобанке института коневодства 35 лет. После этого был получен вот этот Соболь. Можете себе представить, какой у него. Папа был в 59-го года рождения, а сам же ребенок родился в 2009 году. Вообще первый в мире ребенок от замороженного семени был получен в 54-м году и тоже в лаборатории физиологии размножения нашего института. А в начале 70-х годов как раз мы создали спермобанк, где хранится креоконсервированное семя выдающихся лошадей. И сейчас, спустя 30-35 лет, у нас есть возможность получать потомков от выдающихся жеребцов. Например, Апсента, самой знаменитой лошади Советского Союза, олимпийского чемпиона 60-го года в Риме. Вот буквально в 2012 году были получены от него жеребята. И от Асуана, лучшего арабского производителя времен СССР по качеству потомства, который родился в 1959 году. Обратите внимание, что лошади терзкие породы, которые вы сейчас видите, обладают исключительной породностью. Тоже они типичные, и сложно спутать эту лошадь с представителем, допустим, тяжелоупряжной или рысистой породы. Вот серебристый оттенок, обратите внимание, у вас скоро серебристый тоже оттенок, масть его имеет серое с серебристым оттенком. Порода терзкая была выведена также в Советском Союзе, является нашей национальной гордостью. И выведена в результате более 20-летней работы коллектива под руководством того же маршала Буденова. Кавалеристы, вернее, в создании терзской породы принимали участие лошади стрелецкой породы.